Добрый день, друзья мои телезрители! С вами снова Бородач, и вы смотрите канал Быстро и Вкусно, где я рассказываю и показываю простые рецепты вкусных блюд. И сегодня мой небольшой рассказ вот про этот вот жарочный шкаф, который я использую на даче. Он участвовал в моих предыдущих рецептах, и вы просили поподробнее про него рассказать. Правда, что конкретно рассказывать, я не особо знаю. Это просто обычный жарочный шкаф, который просто хорошо выполняет свои функции. Ничего особенного в нем нет, но расскажу. Называется он Великие реки Днепр-1. Купил я его в прошлом году, использую, получается, второй год. И вообще считаю, что для деревни и для дачи это отличный вариант. Он у меня используется на даче на летней кухне. Совмещено в нем два устройства. Это электрическая плитка с двумя конфорками. И, соответственно, духовка. На плитке мы жарим и варим, в духовке мы запекаем. Печем овощи с мясом, рыбу, пироги разные. В общем, все, что можно и нужно на даче испечь, мы в ней печем. Ну и также мы используем духовку, чтобы разогреть уже имеющиеся готовые блюда из холодильника. То есть, типа как в микроволновке их греем. Ну, понимаете. Сейчас немного подробнее покажу и расскажу. Ну, во-первых, значит, электрическая плитка. Про нее много не расскажешь. Нормальная обычная плитка. Здесь две конфорки. Одна такая мощная, другая поменьше, менее мощная. Дальше духовка. Про духовку уже можно немного рассказать. В духовке два нагревателя. Один, значит, снизу работает, другой сверху греет. Вы будете включать их в различных комбинациях, в зависимости от того, какие блюда вы готовите. В духовке есть, значит, у нас решеточка. Потом противень, как раз на котором я все жарю. Ну, еще в комплекте идет такая ухватка для этого противня, чтобы его удобно было ухватывать и вынимать. Но я ей не пользуюсь. Духовка нормальная, жарит хорошо, ничем не хуже, чем моя домашняя. Единственное, что она, конечно, меньше, чем домашняя. Но, если честно, остальные шкафы, которые я смотрел, у них еще меньше духовка была. Это самый большой шкаф с самой большой духовкой. Теперь, значит, покажу блок управления всем этим делом. Вот он. Он состоит из четырех вот таких крутилок. Первая крутилка – это управление электроплиткой. Можно включить одну плитку, вторую или сразу две. Дальше. Второй блок управления – это управление температурой духовки. От нуля, получается, до 250 градусов можно выставлять температуру. Третья крутилка – это у нас управление нагреванием в духовке. Либо сверху нагревание, либо снизу, либо сразу сверху и снизу одновременно. И четвертая, последняя крутилка – это таймер. Можно выставить от нуля до часу. То есть выставляешь таймер, уходишь заниматься своими делами, она потом автоматически через заданное время отключается. Что, собственно, я всегда и использую. Ну, а теперь, друзья мои, общий вывод. Зачем же я купил это дело? Ну, во-первых, этот духовой шкаф, он двойной, с электрической плиткой вместе. Очень редко такие варианты бывают. Я купил именно такой, чтобы экономить место на моей и так небольшой кухне. Это здорово помогает. Во-вторых, у меня никогда на даче не было духовки. Всегда была простая электрическая плитка, а духовку всегда хотелось. Некоторые блюда все-таки на даче хочется тоже приготовить. Пиццу, допустим, рыбу запеченную. А негде, никак не получится. И вот, наконец, моя, так скажем, мечта давняя осуществилась. У меня двойная, двойная кухонная утварь и плитка, и духовка, и все в одном. Духовка, кстати, я как говорил, довольно-таки большая. Так что все в ней нормально приготовляется. Даже целая утка у меня туда влезает. Единственное, что хотелось бы, конечно, иметь второй противень, потому что одного иногда мало. Но я использую самодельный противень, я из этой ситуации тоже вышел. В общем, могу рекомендовать всем дачникам, всем деревенским жителям. Нормальная тема. Вот такие дела, друзья мои. Мой рассказ про моего помощника Днепр-1 я считаю законченным. Все, что я про него знал, все, что я про него думал, я вам рассказал. Надеюсь, эта информация была вам полезной и интересной. Ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. Все, на сегодня это все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok